Нужно не только поддержать объекты малого и среднего бизнеса, но и обеспечить рост предпринимательской активности и благополучное развитие этой сферы, считают организаторы расширенного совещания по антикризисным мерам. Представители различных служб рассказывают о том, какие шаги предприняты в нынешние непростые времена. Так, например, налоговики разработали раздел «Меры поддержки 2022» на сайте службы. В том числе на этом сайте можно проверить, подпадает ли ваша деятельность под рассрочку платежей по упрощенке. Целый ряд мер принимаются на уровне страны и республики. В сфере инвестиций это сокращение длительности инвестиционного цикла, привлечение инфраструктурных, бюджетных кредитов и другие решения. Снижается и давление на бизнес. Речь идет о моратории на проведение проверок, сокращении антиковидных ограничений, всевозможных предпринимательских кэшбэках, льготных займах для инвестпроектов, направленных на импортозамещающее производство и так далее. В нашем городе разработали муниципальную программу развития и поддержка объектов предпринимательства в республике. Летом ожидается конкурс по субсидиям. Обширный комплекс мер предлагает и Центр занятости населения. Например, адресная социальная помощь посредством выделенных государством средств помогает малоимущим. Первое – это осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Здесь мы предоставляем единовременную выплату в размере не более 250 тысяч рублей на одного предпринимателя или самозанятого гражданина, для того, чтобы он начал свою деятельность. В Салаваде состояние предпринимательской среды им спокойное и даже благополучное. Действуют 3200 предпринимателей и 3500 самозанятых. Число последних как раз заметно увеличилось. Сейчас для предпринимательства не самые легкие времена, и поэтому у нас, наверное, полный зал сегодня был на нашем совещании, потому что всем очень интересно узнать, какие меры поддержки готовим мы. И я думаю, мы очень плодотворно поработали. Очень большие суммы направляются государством на эту сферу, поэтому, я думаю, унывать не надо. Не случайно у нас идет прибавление количества предпринимателей, несмотря на ситуацию, и самозанятых в том числе. Но есть тенденция увеличения доли самозанятых, правильно? Да, очень серьезное увеличение. Они обогнали по количеству предпринимателей и растут такими очень быстрыми темпами. Но это по всей республике и по всей стране. Также на совещании предприниматели получили ценную информацию о компаниях и фондах, осуществляющих поддержку в предоставлении кредитов, микрозаймов и реализации лизинговых программ.